Добрый вечер! Добрый вечер! Как и любую другую сельскохозяйственную культуру мало успешно вырастить, собрать и сохранить задачи не менее значимые. Не зря часто именно уборочную страду называют битвой за урожай. Соблюдение технологий при проведении полевых работ и стало главным вопросом, прошедшего накануне на базе Пружанского района областного семинара совещания. Какие правила помогут избежать потерь и чем на самом деле отличаются отечественные семена кукурузы и картофеля от зарубежных, узнавала наш корреспондент Анастасия Стропко. Подробности в первом материале выпуска. Уборочная кампания, несмотря на отсутствие на полях зерновых культур, только выходит на финишную прямую. Сегодня в центре внимания кукуруза, свекла и картофель. В этом году погодные условия внесли свои коррективы. В процесс выращивания сахарных корнеплодов в слишком жаркие дни существенно замедлили рост сахаристости, главного показателя качества. А потому в ходе выездного семинара совещания было принято решение начинать сбор этой культуры немного позже обычного, примерно с 12 сентября. Но и медлить потом будет нельзя. До морозов нужно успеть увезти весь урожай с полей, при этом соблюдая технологию на каждом из этапов. Мы в это время уже имели в прошлом году сахаристость на 1% выше, чем мы имеем сейчас. А это очень серьезно, потому что что такое 1% сахаристости, это же не на 100% берется, а сахаристость нормальная, это 16-17%, это хорошая сахаристость. Это примерно 7% недоборов урожая. Мы так вот прикидываем, что примерно 70-80 центнеров, где-то до 100, мы меньше получим урожая сахарной свеклы. Кукурузные поля сегодня также на особом контроле. На территории области под эту культуру выделено около 170 тысяч гектаров земли. Каждые из двух направлений ее заготовки и на силосы на зерно имеют свои особенности знать и учитывать которые обязан каждый комбайнер, механизатор или оператор. Эти специалисты наряду с руководителями хозяйств должны нести персональную ответственность за качество проделанной работы. Задержка с уборкой кукурузы, то есть дожидаясь до сухих посевов, приводит практически к потерям в два раза продуктивности кукурузного поля. Об этом сегодня шел разговор и это очень важно, значимо для всех. Передержка на поле кукурузы чревата большими потерями. И тот руководитель хозяйства, который сушит кукуруз на поле, чтобы она была посушив, траншея ложилась, это стратегическая ошибка данного руководителя. Заготовка кукурузного силоса – процесс простой только на первый взгляд. Для того, чтобы сохранить корм, а в нем максимум питательных веществ, необходимо проведение целого комплекса мероприятий, включающих в себя и правильную уборку с полей, и применение эффективных консервантов, и выбор наиболее подходящих полимерных материалов для укрытия кормовых хранилищ. Участникам семинара были представлены некоторые разработки, прошедшие апробацию на полях и положительно себя зарекомендовавшие. У нас было по кружанам, закладывали силос у скакуна Алексея Степановича. И, значит, предварительные результаты были там 83 молочной кислоты и 17 уксусной. Масляной кислоты даже следов не было. Потом, когда заехали второй раз отбирать, мы, значит, там, ну, пошла, будем говорить так, вторичная ферментация немножко. И вот показатели, значит, молочной 71-29% уксусной. Это отличнейший показатель для биоконсервантов и для консервации корма. Особое внимание в ходе совещания было уделено заготовкам семян кукурузы и картофеля. Ознакомившись с сортами как отечественного, так и зарубежного производства, губернатор региона еще раз подчеркнул, что чаще всего, выбирая импортный товар, хозяйство просто переплачивают за бренд или доставку. Константин Сумар уверен, что белорусские районированные сорта картофеля или гибриды кукурузы по качеству ничем не уступают своим аналогам из других стран, но при этом адаптированы к нашей земле и климату, к тому же, значительно дешевле. Важно только правильно сделать выбор. Выращивать, к примеру, крахмальный картофель на корм нецелесообразно, равно как и наоборот. Много было споров до этого времени, но сейчас, я думаю, с этих споров мы вынесли один итог, что нам надо серьезно заниматься собственным выращиванием семена кукурузы ранних сортов, среднеранних и среднепоздних, в третью группу позднеспелых сортов кукурузы, конечно же, нам надо завозить. И мы здесь определились и по завозу родительских форм для наших семеноводческих хозяйств. Мы для себя уже определили будущий год, какими сортами нам надо заниматься по картофелю, какие сорта надо культивировать по посевам кукурузы и как мы будем заниматься семеноводством именно семян кукурузы. Анастасия Стропко, Сергей Куропатов, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Серьезный предметный разговор состоялся на этой неделе и в городе Кобрине, также на тему сельскохозяйственную. Именно в этом районном центре глава региона Константин Сумар провел внеочередное заседание областного исполнительного комитета. Речь шла о развитии сельскохозяйственного производства Кобринского района. Такая узкая направленность тематики заседания обоснована. В течение последних пяти лет темп роста воловой продукции аграрного комплекса Кобринщины один из самых низких в Брестской области и составляет лишь 106,7%. Для сравнения, по области этот показатель равен 122,5%. Они серьезно показывают о тех недоработках, которые есть в Кобринском районе. Я как-то уже говорил и сегодня просто повторю, что, конечно, это груз не нового председателя райисполкома этого района. Это тот груз, который накапливался, или те проблемы, которые накапливались из года в год на протяжении особенно последних пяти лет. И их надо все-таки исправлять, и надо вот эти проблемы решать, но решать более оперативно. Вступительное слово губернатора прозвучало коротко, но емко. Было подчеркнуто, что заседание проводится для того, чтобы выработать те алгоритмы работы, которые помогут выйти перспективному в целом району на положенное ему место. Ведь все составляющие для этого имеются. Но пятилетний спад в сельскохозяйственной отрасли, волокитство и ничего не делание привели к проблемам. Эти проблемы уже накопились, их нельзя дальше игнорировать. Я просто несколько цифр хочу сказать, что вот имея 8% сельскохозяйственной отрасли в структуре области, Ковринский район производит менее 7% валопродукции сельскохозяйства. За эти 10 лет валопроизводство продукции в районе уменьшилось с 8,8% до 6,7% в 2013 году. Вы посмотрите, это очень серьезный спад. И если, например, брать 2004-2008 годы, темп роста валопродукции был по Ковринскому району 154%, по области 168%, то за следующие 5 лет, если брать 2009 годы и 2013 годы, только 106,7%, то есть практически район топчется на месте. На внеочередном заседании при участии специалистов облсполкома решались сложные вопросы, пока на словах. Но те рекомендации, которые вырабатывались, должны привести к выходу из создавшейся ситуации. Председателю Ковринского райсполкома Александру Зазоле рекомендовано до 10 сентября проработать вопрос реорганизации неплатежеспособных сельхозпредприятий, разработать программы развития многих неперспективных организаций и многие другие вопросы. А главное, что посоветовал Константин Сумар, начать действовать и принимать решения. Тогда и дело пойдет. Ведь под лежащий камень вода не течет. Чего не хватает, на мой взгляд, именно Александру Ивановичу Зазоле и его помощникам, это именно оперативности. По оперативности принятие тех или других решений. В непринятии решения, то она проносит больше вреда, вот это непринятие решения, чем, если даже принято решение, может в какой-то степени ошибочное, но потом смотришь, работаешь по этому решению неделю, две, месяц, и видишь, что ошибка произошла, и можно сразу же на марше ее исправлять. Но если к этой проблеме, которая есть, я вот так называю, не поступаться и все время думаешь, что ну вот с понедельника, или, например, с другой недели там, или через месяц, или через два месяца, хуже вреда, вот такое непринятие решений не найдешь. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Уже в понедельник школьники всей Беларуси сядут за парты учебных заведений страны. Веселое и беззаботное лето подошло к концу. Настало время уроков и домашних заданий. Сентябрь привносит в жизнь школьников новые эмоции. Волнительные ответы у доски, радостные звонки на переменки и, конечно же, ежедневные захватывающие путешествия в мир самых разных наук. Сегодня в школах, гимназиях и лицеях Брестской области прошли торжественные линейки. Прозвенели первые звонки. Этот волнительный момент школьники ждут с особым трепетом. Они хорошенько отдохнули и готовы идти вперед к новым знаниям. Наша съемочная группа побывала на торжественной линейке в учебно-педагогическом комплексе Детском саду начальной школы номер 5, которая сегодня отмечает свой небольшой, но юбилей. Подробнее в нашем следующем материале выпуска. Торжественная линейка, посвященная началу нового 2014-2015 учебного года, прошла сегодня в Детском саду начальной школы номер 5. Закончилась пора отдыха, настало время трудиться. Уже в понедельник ребята возьмут портфели и пеналы, книги и тетради и будут резво маршировать по дороге в любимую школу. Сегодня путь к знаниям только начался. Впереди уроки и переменки, учебные будни и веселые каникулы. Особенно этот день знаменателен для первоклассников. Им предстоит влиться в новый коллектив, где у каждого есть свои многочисленные обязанности, главное из которых – хорошо учиться. Не менее знаменателен этот день и для родителей. Маленькие крохи быстро повзрослели и сегодня вступают в новый этап своей жизни. Это идет в первый класс мой второй ребенок, поэтому уже я чуть-чуть к этому отношусь поспокойнее. Я больше переживала, когда шла моя старшая дочка. Но сегодня тоже эмоции переполняют. Я очень переживаю, чтобы была хорошая учительница, чтобы нашла общий язык с моим ребенком, чтобы все у нее сложилось, чтобы она ходила каждый день в школу с большой радостью. Ну, потому что это уже более серьезно, чем детский сад. Школа – это школа. Однако волнения родителей будут оправданы. Детский сад «Начальная школа номер 5» уже много лет держит марку одного из лучших учебных заведений города. Его отличительная особенность – плавный адаптационный период. Дети, которые одно время посещали учреждения в качестве детского сада, переходят в начальную школу сюда же автоматически. Хорошая материально-техническая база, полная оснащенность и коллектив талантливых педагогов – все это вместе творит чудеса. И даже выпускники, покинувшие стены школы, приходят сюда, как домой, снова и снова. Очень много эмоций. Хочется все время сюда вернуться, посетить эту школу, увидеть старых учителей, воспитателей. Я тут очень давно, я сидела практически, очень много чего изменилось. Очень нравится все, что много людей сюда идет. Пожелала бы им удачи, хороших оценок, учителей, настроения, чтобы всегда им был такой напор учиться, потому что это очень важно. Дети, выпускники нашей школы, приходят всегда. Независимо от того, прошло 5 или 10 лет. Нас тянет всегда туда, где нас любят. И они знают, что всегда мы рады их видеть, мы их ждем. Нам интересны их успехи, мы гордимся их достижениями, мы успокоим, если им грустно, всегда поддержим и подскажем. Торжественная линейка в этом году стала вдвойне праздничной. Детский соотначальная школа сегодня отмечает юбилей – свое десятилетие. А день рождения – это всегда веселый смех, отличное настроение и, конечно же, подарки. В торжественной обстановке директору учебного заведения была вручена грамота Министерства образования. За добросовестную и пленную праздник, вытягнутые успехи в научении и выхивании подрастающих поколений. Я с удовольствием это сделаю и поздравляю. За это время из детского сада начальной школы вышли десятки выпускников, которые достойно представляют ее, продолжая постигать азы наук в других учебных заведениях города. Учреждение не раз становилось победителем многочисленных городских соревнований и конкурсов. Все это – заслуга педагогов, которые не останавливаются на достигнутом, а вместе со своими учениками каждый год открывают новые страницы книги знаний. Самая большая гордость нашего учреждения – это наш педагогический коллектив. Все работники нашей школы – это большая дружная семья. Вся наша работа пронизана любовью, взаимопониманием, поддержкой и доверием. Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И еще об одном праздничном событии. Они стоят на страже чистоты и красоты наших улиц, подъездов и домов. Благодаря их неустанному труду город по праву получил звание одного из самых уютных и зеленых уголков нашей страны. Речь идет о сотрудниках жилищно-коммунального хозяйства, организации, с работой которой мы сталкиваемся ежедневно. Она затрагивает практически все стороны нашей жизни, напрямую связана с решением бытовых проблем. В этом году Брестскому городскому жилищно-коммунальному хозяйству исполнилось 70 лет. Безусловно, за более чем полувековую историю предприятие претерпело немало изменений и реорганизаций. Однако неизменным остались основные принципы работы коммунальников. Внимательное отношение к своему труду и желание помогать людям в их вечной бытовой суете. О людях, влюбленных в свой город, расскажет Виктория Драгобецкая. 70 лет назад, 29 августа, в городе Надбугом все коммунальные службы Бреста вошли в состав предприятия под названием Брестской городской ЖКХ. Шло время, город рос и развивался, менялись требования и коммунальной службе, которая не раз подвергалась масштабной реорганизации. Сегодня в состав ЖКХ входит 11 предприятий, на которых трудятся около 5000 человек. Благоустройство и озеленение улиц, ремонт транспортных артерий города, уборка мусора и снега, прокладка теплосетей. Вот неполный перечень той работы, которую ежедневно проделывают коммунальники. Накануне юбилейной даты, незаметно плотной рабочей график, генеральный директор предприятия Владимир Аутко поделился с нами своими размышлениями на предмет того, что порой обыватели сетуют на работу коммунальников, не вникая в ее суть, не замечая объемов и качества. Есть такая поговорка, что в неплодоносящее дерево камни не бросают. Точно так же и по коммунальной службе. Это не только относится к городу Брест, Бресту это в целом по стране. Неоднозначное, конечно, мнение граждан. Есть и негатив, есть и позитив, есть и благодарности. Как и в любой работе, есть, наверное, какие-то недостатки. Но я думаю, что хорошего все-таки в нашей работе гораздо больше, и это видно сегодня по состоянию городских улиц, по состоянию инженерных сетей, по обеспечению тем перечнем жилищно-коммунальных услуг, которые мы обязаны оказывать, и по исполнению стандартов по жилищно-коммунальным условиям. На протяжении вот уже 15 лет Вячеслав Владимирович Круковский заботится о чистоте улиц нашего родного города. Рабочая форма, перчатки, специальный инструмент для сбора мусора и внимательность. Вот они и главные помощники в ежедневном променаде по пешеходным артериям Бреста. Работа нравится, всегда на свежем воздухе улыбается Вячеслав Владимирович. Кстати, на вопрос о том, насколько чистоплотны горожане, коммунальчик, к сожалению, отметил, что по большей части люди за собой не убирают. Поэтому львиная доля звания «Чистый город» по праву принадлежит Вячеславу Владимировичу и его коллегам. Коллектив дружный. Работу выполняют. Я, как числяюсь у них, бригадиром. Выполняют всю работу. Куда сказали, туда поехали, все сделали. И на нас проблем нет. Нареканий нет. Я говорю, лучше раз убрать, чем 20 раз ходить за собой же убирать. Я говорю, это несерьезно. Убирать так раз. Ну, чтобы за тобой был порядок. За 25 лет работы фразу прорвало трубы следующий герой нашего сюжета Василий Голубовский слышал не один десяток раз. Мастер смены аварийной службы каждый день садится в буханку с номером 115 с целью помочь обывателю в его борьбе с артериями, по которым в здании поступает тепло. По словам Василия Тимофеевича, один из главных принципов его работы – взаимодействие с другими коммунальными службами. Только так можно прийти к общему знаменателю и решить проблему. Очень приятно, когда у нас бывают торжества разные. Мы встречаемся очень редко со всеми другими службами, которые... У нас друг другу вот эти службы помогают. Мы друг другу наши. Вот эти шокотельные, диспетчерская служба, водоканал все мы единые. Потому что комплекс таких вопросов становится, что мы не можем сами без их помощи. И мы как бы друг другу, с ГЭСами работаем. Поэтому стараемся друг другу помогать. Проблемы-то общие. На торжественном мероприятии, посвященном 70-летию со дня образования Брестского ЖКХ, Вячеслав Круковский и Василий Голубовский были в числе 96 сотрудников, которые получили заслуженные грамоты за добросовестный и безупречный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства. И это лишь небольшая часть той славной когорты коммунальников, введение которых забота о благоустройстве нашего родного города. Сегодня трудно представить, чтобы мы не имели горячей воды, чтобы мы не имели тепла в доме, чтобы мы не ходили по благоустроенным и уютным улицам. А ведь все это труд работников жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому я отношусь, как и все горожане, к этой категории с особым отношением. Надо прямо сказать, что порой бывают неоднозначные отношения к этой категории людей. Но, с другой стороны, тот, кто не работает, тот, наверное, не имеет замечаний. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наши горожане ценили то, что делают работники коммунального хозяйства и с большим уважением относились к их деятельности. В праздничный вечер прозвучало немало слов поздравлений. Подарен не один букет цветов. Вручена почти сотня грамот и благодарственных писем. В юбилейный день рождения Брестского городского ЖКХ слово руководителя предприятия Владимира Утка безусловно одно из самых ценных для людей, влюбленных в свой город. В этот праздничный день хочу пожелать всем работникам жилищно-коммунального хозяйства города Бреста добра, света, побольше улыбок, позитива, естественно, здоровья. И благодарю всех за вашу работу. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Сергей Куропатов, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Доброте и милосердию в мире нет границ. А потому любое, даже самое маленькое благое дело – это большой поступок, награда за который такое простое, но искреннее спасибо. Герой нашего следующего сюжета, к сожалению, словами высказать благодарность своему спасителю не сможет. Он просто не умеет говорить. История этого маленького животного может уместиться на одной странице книги. Однако она, как нам показалось, достойна внимания. Даже сегодня маленькая Эсмеральда с опаской остается одна. На прием к ветеринарному врачу ее приносит хозяин – Игорь Мурашко. Именно он для котенка – самый верный и надежный друг. Именно он спас ее от неминуемой гибели. Приютив и выходив, животное стало жертвой ДТП и получило многочисленные травмы. Было бы, конечно, вельми добро, как таких выпадков не было на голову. Однако это нереально. Поэтому я думаю, что дякуюсь таким людям, які берутся на перетрымку, активистам Добрыни в Бресте, я ведаю, и дякуюсь им, знаходясь в доме такие. 20 августа к нам в клинику военнослужащие пограничных войск привезли к нам котенка в состоянии шока, с переломами грудины, а также плечевой кости и костей фалангов пальцев. Котенок был выведен из шока. Сопоставление костных отломков проявили при помощи спицы. Прокололся курс антибиотиков, витаминов. О трагической судьбе Эсмеральды Игорь узнал из социальных сетей. Историю котенку, которого сбила машина, в интернете опубликовали двое военнослужащих. Именно они оказали животному первую помощь и помогли обрести новый теплый и уютный дом. Я шел по служебным вопросам, пересекал КПП и увидел котенка перед КПП. Ну и как-то, не знаю, что-то у меня дрогнуло, что-то человеческое. Мне стало его жалко. Будучи в прошлой жизни ветврачом, созвонил своим однокурсникам. Он здесь работает в Бресте, в ветклинике. Он не отказался и открыл. Грубо говоря, уже клиника не работала. И сделал все необходимое. Это, могу уточнить, это клиника Айболит. Работает там Женя Косинюк. Очень хороший специалист. И сделал все необходимое. Все мы скоординировали. Буквально за свой счет. И Женя за свой счет. И Максим. Все необходимые манипуляции. Сегодня жизни Эсмиральды ничего не грозит. Хотя она до сих пор пугается резких и громких звуков. Благодаря квалифицированной помощи уже скоро котенок будет передвигаться самостоятельно. Быть милосердным к братьям нашим меньшим значит делать все, что в наших силах. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 31 августа погоду на территории Брестской области будет определять фронтальный раздел, смещающийся с запада на восток. День будет солнечным и без осадков. Комфортность ему придаст легкий юго-западный ветер. Температура воздуха в ночные часы составит 13-15 градусов. В течение дня температурный фон будет колебаться в претелах 21-23 градусов выше нуля. Календарная осень стартует теплой, но неустойчивой погодой. 1 сентября Брещено останется под влиянием фронтального раздела. В течение суток пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от 14 до 16 градусов. Максимальная днем составит 20-22 со знаком плюс.